Our special guest, brother Kerry. Welcome! Добрый вечер! Итак, мы начинаем Начинаем со свидетельства Это вы можете проверить Потому что это произошло недалеко отсюда И я думаю, в субботу пастор той церкви будет здесь, он сможет засвидетельствовать Недавно, может быть, год, может, два назад Я был в церкви, которая называется Благодать В городе Ванкувер Церковь Истина, пастор Сергей Козлов И я всю неделю учил И в субботу вечером, когда закончили мы И тогда я сказал Так, если вы больны, выходите вперед, и мы будем за вас молиться А мой переводчик Он был со мной до тех пор, пока я не вызвал людей на молитву И вся передняя часть заполнилась людьми А мой переводчик исчез Я по-русски не говорю Знаю четыре слова Нет Да И слава Богу Слава Богу Это четыре слова, которые я знаю Но, наверное, это самые важные слова Итак, переводчик исчез И я не хотел ждать, потому что кто его знает, когда он вернется, если вернется Я спустился вниз Много-много людей было нуждающихся в молитве Ну, я не мог ждать, и начал молиться за людей Я протянул руки Люди просто клали мне свои руки на мои руки Я не мог спрашивать, чем они больны, какая проблема, да? И они мне тоже не могли говорить Поэтому и не было смысла спрашивать, все равно же я не понял бы Но вот что я обнаружил Неважно, что бы вы ни говорили, какая бы ни была там болезнь Все равно же я одно и то же делаю Когда ответ всегда одинаковый Тогда проблема сама не важна Аминь? Итак, я протянул руки Они клали свои руки на мои Я не знал, что там была сложность, проблема Но я просто говорил Во имя Иисуса Будет целен Сейчас От головы до подошвы ног Во имя Иисуса Аминь Так просто Я шел от на двух человек к следующему Прейд for every person there За всех, за всех людей помолился Кто там были I did not know one thing that I prayed for И вообще ни одной вещи не знал, о чем я молюсь Ни одной болезни Next morning, Sunday morning На следующее утро Это уже было воскресенье утром Before the service began Еще до начала собрания Пастор Сергей Пастор Сергей Позвал людей Чтобы те, кто исцелились Чтобы засвидетельствовали Много-много людей подняли рук По всему залу Люди, которые получили исцеление В предыдущий вечер И начали как бы делиться свидетельствами И разные-разные болезни Всякие немощи исцелялись Но я не знал ни одной вещи О чем я молился Ни об одной болезни Я не знал, о чем я молился Помните, что каждое свидетельство Имеет в себе определенный принцип И принцип, который я хочу Чтобы вы усвоили из этого свидетельства Это свидетельство Оно разрушает большинство Из того, что учат об исцелении Большинство, что учат об исцелении Там говорится Вначале, для того, чтобы исцелиться Надо от всех грехов избавиться И также, прежде чем ты можешь за кого-то молиться Ты должен знать, что это за болезнь Как долго человек болел этой болезнью И что он сделал Из-за чего он вообще Эту болезнь зацепил Что он наделал такого Но все это не так Все, что тебе нужно знать Это кто живет в тебе Вам не нужна новая доктрина исцеления Вам не нужно слышать новое учение об исцелении Вы слышали учение об исцелении Вы знаете, что ранами его вы исцелились Все, что вам нужно сделать, это поверить А Джон Лейк проводил служение исцеления И они собирались и молились за нужды людей После того, как они заканчивали молиться Он всегда говорил Хорошо, мы помолились А теперь давайте уделим пять минут И будем верить Богу Результаты достигаются не молитвой Результаты достигаются тогда, когда мы верим Если вы молитесь с верой, то вы получаете результаты Если вы молитесь без веры, не веря, вы не получаете результаты Именно вера считается или имеет значение Я давно не молился за себя, то есть или за исцеление, или за финансы, вообще за что угодно Уже несколько лет не молюсь Я просто верю И из-за того, что я верю Я получаю И Бог обеспечивает меня еще до того, как мне надо Чудеса, они для того, чтобы вывести вас из проблем Чудеса, они вообще не для верующих предназначены Чудеса были предназначены для неверующих, которые находятся в проблемах Вы не должны быть в проблемах Вам, по идее, не надо было бы нуждаться в исцелении Потому что вы верующий Вы должны веровать И любое чудо, которое вы видите Оно должно быть для других людей Потому что вы должны ходить свободными и наполненными Богом В 1904 году Произошло просто было огромное пробуждение у Уэллса В Англии был один человек Немного звали Вильям Бут Он является основателем армии спасения Когда услышали о пробуждении Все его люди очень были воодушевлены, когда они услышали об этом пробуждении И многие люди поехали, чтобы посмотреть, что там происходит И у Уильяма Бута спросили, а ты поедешь на пробуждение туда? Он говорит, нет, не поеду Говорит, почему не поедешь? Говорит, потому что если я поеду То я его закрою, как бы я остановлю это пробуждение Они говорят, так мы думали, что ты согласен с пробуждением Он говорит, я согласен А что, как бы, что это значит, ты бы его, как бы помешал бы что ли пробуждению? Как? Он говорит, я слишком широко известен Меня слишком хорошо знают И если я поеду туда, то все внимание будет на меня, а не на пробуждение Он говорит, кроме того Я не ожидаю движения Божьего Я есть движение Божье И вам нужно иметь это Перестать ожидать движения Божьего И стать движением Божьим Следующее движение Божье Оно не придет, как облако Потому что оно, это пробуждение не для вас Следующее движение Божье Оно будет Движением Божьего народа Когда Божий народ Обнаружит, кто есть Христос в них И кем они являются во Христе То они начнут действовать, ходить и говорить, как Христос Там, на улицах На своих работах Везде, куда они идут И это будет движение Божье Вам самим не нужно движение Божье Потому что вы уже с Богом Потому что Он сказал, что Он ходит в вас и говорит через вас Он сказал, что Он будет вашим Богом И вы будете Его народом Он будет ходить и говорить в вас И Ему действовать нужно не ради вас А вы должны двигаться ради тех, кто Его еще не знает Исцеление — это простая вещь Исцеление настолько просто, что мы на этом спотыкаемся Это не метод Это не формула Это просто знание того, что Бог хранит или исполняет Своё Слово И когда вы достаточно сильно в это верите Чтобы начать действовать Как по-настоящему, что это действительно так есть То Бог начнет действовать через вас так, как вы бы желали Моё единственное сожаление в жизни Что вот теперь, когда я знаю, насколько это легко Что я так долго ждал, чтобы начать Однажды Я разговаривал со своей женой И происходили какие-то вещи И я был очень недоволен Я смотрел какие-то видео Я изучал Слово Божье Я знал, что должно происходить, но оно не происходило И у меня было самое лучшее учение, которое вообще на то время существовало Но это не то, что вы слушаете, слышите А это было старое учение И жена говорит, что с тобой не так? Я ей сказал Мне было 40 лет Я говорю Я не хочу, чтобы мне исполнилось 70 лет Сидеть в кресле-качалке на крыльце И говорить И говорить А если бы А что бы произошло, если бы я делал шаги какие-то? Что бы произошло, если бы я просто попробовал? Я не хочу, чтобы к 70 годам я был в таком состоянии И на тот момент Господь дал мне посмотреть определенные видеокассеты И я где-то две недели каждый день смотрел эти кассеты Я сидел в кресле, смотрел эти кассеты и плакал И я думал, вот так должно быть Моя жена у меня спрашивала, в чем дело, что происходит? Я говорю, мне надоело проповедовать Мне надоело об этом проповедовать Я хочу жить этим Я хочу переживать это Это есть Библия И я просто решил Я пойду И я буду поступать, как тот человек, которого я видел на видео Там была маленькая церковь Меня пригласили туда проповедовать У меня не было никаких дисков Ни видео не было Ничего на интернете не было у меня Никто не знал, кто я такой Никто не знал, как я проповедую Я говорю, хорошо, они хотят, чтобы я проповедовал Я пойду туда И буду действовать, как этот человек в видео И буду делать так, как тот парень на видео Они же не знают, что я повторяю, что я копирую того человека Они меня не знают И они его на видео тоже никогда не видели Я поехал туда И я копировал то, что он делал О, я был сердитый Ух, такой жесткий такой И к концу того вечера Все люди, которые вышли вперед для молитвы Были исцелены Каждый человек, который вышел вперед Для получения крещения Святым Духом Ушел, говоря на языках И каждый человек в той церкви Кто признал, что он не спасен Вышел вперед Все неверующие, которые там были Вышли вперед, когда я позвал на покаяние То есть 100% успех Потому что я не отступил Я, наверное, расскажу вам еще свидетельства Того, что там еще происходило Но вы должны просто осознать Вы не ждете, пока Бог начнет что-то действовать Бог вас ждет, когда вы начнете действовать Он сюда пришел раньше вас Он пришел сюда раньше вас Вы его не опередите Он начал намного раньше, чем вы И у него огромное преимущество Он раньше начал И вы его не ожидаете Вы не ждете, когда же он придет сюда Он пришел, когда вы пришли сюда Он живет в вас Нравится вам это или не нравится А, нравится ли ему это или не нравится Он все равно вынужден жить в вас Он дал обещание свое Если вы откроете сердце Я войду и буду жить в вас Когда вы открыли свое сердце Он вошел Проблема в том Что многие из вас Так его и не выпустили Наружу, как бы, понимаете Вам не нужно больше получить Вам ничего больше не надо дополнительно Вы имеете Бога в вас Он живет в вас Он хочет ходить и говорить через вас И он хочет снова прикасаться к этому миру Как он делал через Иисуса Единственная разница между вами и мной Это то, что я пережил То, что уже опыт Я просто присытился Тем, что я был нормальным Обычным Может, я никогда и не был нормальным До конца Но нормальный Это слишком переоценено Это состояние Нормальный 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 Это не фан Нормальный Это не дает радости Это необычно Это не нормально Когда ты расскажешь кому-то Что ты видел Что происходило под твоими руками Я часто бываю в магазинах Где продаются офисные принадлежности Или копии приходится делать Ну или какие-то вещи решать И я помню однажды Когда я был на кассе Парень, который был кассиром Ему явно не нравилась его работа И он это не скрывал Это было видно Что ему не нравится его работа Он был нормальным просто Он был несчастлив И я вот на кассе Начал с ним разговаривать Он говорил о том Как он ненавидит свою работу Я говорю Я свою люблю работу Я говорю Может тебе надо заняться тем Что я делаю А он говорит Я ненавижу своего босса О, а я своего босса люблю Говорю Можете на него начать работать Делать то, что я делаю А он говорит А у тебя есть бенефиты? Бенефиты Он говорит О, у меня-то бенефиты Ого Он говорит А что ты делаешь-то? Я знал, что я умнее Чем просто сказать Что я проповедник Потому что как только ты говоришь Что ты проповедник Все сразу Религиозную маску Раз так оденут И начинают по-церковному Токать И их голос меняется И слова меняются сразу И вдруг Господь И вдруг Бог становится Богом Какое длинное слово Так религиозное Да, я хожу в церкву Я думаю про себя Надеюсь, твоя церковь Не такая же мертвая Как ты сам Поэтому я ему не сказал Что я проповедник Если вы кому-то Говорите секрет Они всегда хотят знать Когда он спросил у меня Что я делаю Я сразу так Повел себя Как будто бы Я ему какой-то секрет Выдам сейчас Я посмотрел вокруг Наклонился к нему И говорю Я езжу по миру И вот эти руки Кладу на людей А Бог меняет их тела Он так на меня смотрит Ну как Как будто бы Я странный Я не странный Он странный Вот так Такими вы должны быть Он смотрит на меня Говорит Ну и как же ты это делаешь Я говорю Во имя Иисуса И он До него Начало доходить Что я проповедник И вдруг Он так Засуетился Засуетился сразу О, его бы Начальник Наверное Меня полюбил Он начал Начал Как такой занятой Вид делать Все кроме того Чтобы на меня смотреть Я говорю ему Когда ты будешь готов Об этом поговорить Дай мне знать Я говорю Но это классно И я просто начал Ему рассказывать Какие-то свидетельства Ну я обращаюсь К людям Как будто бы Они уже спасены Я разговариваю Людьми С людьми Как будто бы Они спасены И люди спрашивают Что я делаю Я говорю А я езжу И больных исцеляю Когда они на вас Так странно смотрят Я на них смотрю Тоже странно Я говорю А вы что Так этого не делаете А вы с вами что Какая проблема у вас Так это нормально Быть таким как я И тут же Они хотят знать А как это делать Я просто рассказываю Людям свидетельства И мне как бы Не важно Даже если он верующий Или неверующий Все равно рассказываю Знамени я Они не для верующих А для неверующих Зачем мне прятать Свидетельства От неверующих Именно им нужно Слышать свидетельства И свидетельство должно быть Таким естественным Что не надо Приукрашивать Или как-то его Раздувать И у вас должно быть Столько много Свидетельств Что бы вы могли Их просто выдавать Без конца Чтобы люди Просто были Потрясены Этими свидетельствами Я вам говорил Первый вечер Что если бы я Только рассказывал Свидетельства Я бы мог Месяц это делать То есть разные Разные вещи Которые только Можно представить Вчера Мы ездили в Лейк Шелем И я там служил Одной молодой леди Это будущее свидетельство И я сидел Разговаривал с ней Просто рассказывал Ей свидетельства Я не могу представить Как это было бы Быть проповедником И посещать людей В больницах И не иметь свидетельств Чтобы рассказать им Приходить туда Смотреть на ситуацию В которой находятся Эти люди Не имея свидетельств Я бы в такую же депрессию Впал Как и эти люди В больнице Но вы должны понимать Когда я захожу В комнату Или в палату Чтобы за кого-то молиться Я человек Мое сердце Сострадает им Часто бывает Что мне хочется плакать Часто я начинаю плакать Но потом Бог Мне напоминает Зачем я там Я туда приезжаю Не для того Чтобы проявить симпатию И посочувствовать семье Я там для того Чтобы принести избавление Я не приношу им Куриный бульон Чтобы они Лучше себя почувствовали Это то, что делают Обычные люди Но я там Не для того Чтобы представлять людей Я там Чтобы представлять Бога И я должен говорить То, что Бог бы сказал Я должен припоясать себя И очень часто Просто противостоять Даже слезам Чтобы я мог Смотреть на них И чтобы это были Не просто слова Я никому не хочу Давать ложную надежду Я должен решить Верить Слову Божьему Я должен решить Чтобы сказать Вот так будет Я должен игнорировать То, что я вижу Ты 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 должен Прийти к такому состоянию В своей жизни Что То, что ты читаешь На этих страницах Стало бы Более реально Для тебя Чем то, что человек На этой больничной Койке Имеет в своем теле Ты должен смотреть На его тело И решить Не принимать То, что ты видишь Или не считать То, что ты видишь И вместо этого Ты решаешь Верить этому Это должно быть Более реально Чем этот рак Это должно быть Более реально Чем лукемия Потому что То, что ты видишь Это то, что будет Если ты видишь Их больными Они останутся больными А эта книга Говорит, что они исцелены Ты должен увидеть это Когда ты смотришь на них Ты не можешь видеть Какие они сейчас Ты должен увидеть Кем они будут Какими они станут На основании этого слова И когда ты решаешь Верить этому слову То даже Проявление Или доказательство Их болезни В их теле Бог называет Это веру И когда ты видишь Это Выше того Что ты видишь В их болезни И тогда Их тело Начинает меняться Для того Чтобы соответствовать Этому слову Если вы хотите Сидеть в своем доме И смотреть глупые Телевизионные программы С того момента Когда вы приезжаете Домой с работы И до того момента Когда вы идете спать То в следующий раз Когда вы заболеете То позвоните Мэтлоку Или Опри позвоните Или же Саймону Какому-то Кал Коробой какой-то Какой-то корой В общем Откуда-то Смотрите Приедет ли он Позвонить Чтобы помолиться За вас Этот мусор На телевидении Ничего вам не может дать Потому что Каждые три минуты Там реклама Где говорится Ты болен Может быть Ты умрешь Если вы Вот эти лекарства Примете То может быть Вы быстрее умрете Если вы Это лекарство Примете Может быть Больше кровотечения Будет Может быть Внезапная смерть Наступить Предупреждение На лекарство Знаете Может быть У вас будет Желание самоубийства Покончить жить Самоубийством Если вот эти вещи Придут на вас Быстро-быстро Вот это почувствуйте Немедленно Обращайтесь за помощью Но Не водите автомобиль В состоянии Опьянения Вот что телевидение И мир может предложить Но это Эта книга Но из-за недостатка Лучшего слова Послушайте Вера Это не магия Но некоторым людям Вера выглядит Магической Эта книга Потрясающая Это чернила На бумаге Но когда ты берешь Слова Которые ты читаешь И наполняешь Свой разум Ими То вдруг Оно начинает Делать чудеса Вот это ценность Эта книга Потому что она Открывает Иисуса Она открывает Его природу И Его характер То что вы На что вы смотрите Тем вы становитесь То о чем вы Постоянно Размышляетесь Тем вы становитесь Слишком много людей Хотят Служения Чудес Как у Смита Вигглсфорта Но проблема В том Они не хотят Жить Как Смит Вигглсфорд Для того Чтобы так было Они хотят По-любому Жить Как хотят А потом Когда они болеют Они пытаются Найти кого-нибудь Кто бы за них Помолился И вдруг Они начинают Посылать деньги Чтобы исцелиться Или включать Телевизионных Проповедников Они говорят Всегда Послите деньги Богу Но дают Свой адрес Почему-то Амин А? Мы должны Осознать Вы ничего У Бога Кубить Не можете За ваше Исцеление Уже было Заплачено Одна из вещей Которую мне Очень трудно Понять Мне было Очень трудно Научиться Получать Что-то От людей Ну С благодарностью Или с открытым Сердцем Это трудно Особенно Для мужчин Очень трудно Что-то Принимать Когда дают Люди Что-то Тебе Потому что Если у тебя Есть Ну как Чувство Достоинства Ты был Научен Ты был Воспитан Так Что Нужно Работать Для того Чтобы Добиться Того Что ты Хочешь И Тебе Не нравится Чтобы люди Просто так Тебе Что-то Давали Нужно Как бы Все Заработать И Когда я Начал Люди Мне Предлагали Какие-то Вещи Или Приглашали Меня На Ну В ресторан Или Предлагали Поселить Меня В хорошей Гостинице И У меня В сердце Было Так Я Не Хотел Чтобы Людям Ну Чтобы Люди Так Сильно Старались Ради Меня Я Говорил Ну Не Надо Чтоб Там Особенно Какая-то Хорошая Гостиница Была Я Не Хотел Чтобы Обременять Церковь Или Мне Говорили Я Приглашаю Тебя На Обед Я Заплачу За Обед И Часто Я Отказывался И Я Пытался Сам Заплатить За Себя И Однажды Ко Мне Подошел Один Пожилой Служитель Он Меня Обнял И Говорит Позволь Мне Что-то Тебе Сказать Люди Хотят Благословить Тебя Ты Им Помогаешь И Они Хотят Тебя Благословить 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 Когда Ты Отказываешь Людям Возможности Чтобы Заплатить Например За Твой Обед Или Когда Ты Настаиваешь Что Ты Сам Заплатишь За Свой Обед Ты Обижаешь Это Как Действовать Твои Деньги Недостойны Меня Позволь Пусть Люди Тебя Благословляют Но Никогда Не Привыкай К Этому И Никогда Не Ожидай Этого И Я Подумал То же Самое Мы Делаем Для Бога Бог Предлагает Исцеление Он Заплатил За Него Но Многие Люди Не Принимают Это Как Благословение Они Сами Хотят За Исцеление Заплатить Потому Что Они Не Хотят Быть Должниками Богу Но Поздно Вы Уже Должники Богу Вы Должники Богу Были Еще До Того Как Вы Родились Бог Говорит Что Исцеление Это Дар А Если Я Нашел Новый Кадиллак Я Увидел Кадиллак И Я Хочу Приобрести И Человек Говорит Я Его Тебе Подарю Сколько Ты За Него Хочешь Он Говорит Доллар Один Доллар О Какая Хорошая Сделка Я Ему Даю Доллар Но Я Вижу Своих Друзей И Они Говорят Где Взял Кадиллак Что Я Могу Сказать Могу Ли Я Сказать Что Это Был Подарок Нет Я Могу Сказать Что Это Была Хорошая Сделка Вы Понимаете Я Украл У Этого Человека Благословение Которое Он Хотел Дать Мне Если Вы Хоть Что То Платите За Подарок Это Уже Не Подарок Вы Заплатили За Него Теперь Вы Можете Похвалиться Я Тебе Ничего Не Должен Если Тебе Не Нравилась Моя Сделка Не Надо Было Принимать Деньги Я Заплатил За Это Понимаете Вы Хвалитесь Если Вы Доллар Заплатили За Какую Хорошую вещь То Это Уже Не Подарок Дар Это Только Тогда Дар Когда Он Бесплатный Исцеление Бесплатно Это Дар Его Нельзя Купить За Него Уже Заплачено Когда Вы Пытаетесь Спаститься Для того Чтобы Получить Исцеление Когда Вы Пытаетесь Долгие Долгие Часы Молиться Чтобы Исцеление Получить Или Когда Вы Пытаетесь Поклоняться Богу Чтобы Получить Это Когда Вы Пытаетесь Делать Любую Добрую Вещь Ради Того Чтобы Получить Исцеление То Вы Утверждаете Собственную Праведность И Это Уже Не Дар Вы Покупаете Тогда Пытаетесь Купить У Бога Исцеление И Это Не Тот Путь Как Получать Исцеление Перестаньте Пытаться Помогать Богу Послушайте Внимательно Если Вы Посмотрите Назад На Пророка Илию Илию Собрались Все Пророки Валовы И Они Все Пытаются Призвать Огонь С неба Они Построили Свой Жертвенник И С утра И До Вечера Они Там Танцевали И Кричали Молились Они Поклонялись Похоже Вот Как В церкви Сегодня И Ничего Не Происходит И Илия Сидит Так Сбоку Припек И Он Сделал Что-то Что Если Мы То же Самое Сделали Люди Бы Подумали Мы Очень Вредные И Пока Они Кричали Там Прыгали Звали Своего Бога Илия Начал Над Ними Подыгрывать Подсмеиваться Ну Начал Говорить Им Что-то Вы Можете Представить Себе Такое Сотни Пророков Лжепророков Они Танцуют Кричат Много Шума Создают А Илия Сидит Сбоку Отдыхает Наблюдает За ними И Начинает Им Говорить Может Вам Громче Кричать Надо Может Ваш Бог В Отпуск Уехал Может Спит Или Он Вообще В Туалете Может Вам Еще Что-нибудь Надо Сделать Чтобы Его Внимание Привлечь Как-то Сегодня Что-нибудь Вот Такое Это Все равно Христианин Пришел бы В церковь Свидетелей Иеговы И Просто Подшучивал Над тем Что они Делают Ой Так Это Невежливо Тогда Вы Не получите Помазание Илии Которое Так Хотите Получить Одна Веча Которую Я Увидел В мужах Божьих И В мужьях Веры Никого Из них Никто Из них Никогда Не нравился До тех пор Их не любили До тех пор Пока Они Не умирали Ой А когда Они умирали Они Всем Так Нравились Знаете Почему Потому Что Тогда Вы Можете Контролировать То Что Они Говорили Вы Можете Цитировать Те вещи Которые Вам Нравились Их Слова Те Что Вам Нравились А Игнорировать То Что Вам Не Нравилось Из Их Речи Величайший Человек Божий С Которым Я Когда Либо Соприкасался Это Был Доктор Лестер Сам Рал Я С С Нес Лет Однажды Я Кому Друзей Сказал Я Разговариваю С кем То Про Лестера Сам Рала И Сам Рал Был Такой Высоты И Я Помню Как Я Говорил С Доктор Сам Рал Был Таким Великим Божьим Я Говорю Если Я Когда Небудь Смог Наполовину Быть Таким Же Человеком Божьим Как Он Я Был Очень Рад Он Говорит Ну так Ты Уже Сейчас Наполовину Такой Как Он Был Да Но Чего Мой Друг Не Осознавал Это Было То же Самое Что Смит Вигглсфорд Сказал Лестеру Самуралу Кто-то Говорил По поводу Его Роста И Вигглсфорд Говорит Говорит Да Ты Только Видишь Снаружи Внутри Говорит Я На Тысячу Раз Больше Это То За Что Ты Должен Ухватиться Ты Уже Не Просто Ты Теперь Уже Мы Потому Что Отец Сын И Дух Сы Живут В Тебе И Тот Кто В Тебе Больше Того Кто В Мире Больше Чем Рак В Мире Чем Лукемия В Мире Чем Нищета В Мире Чем Экономический Спад В Мире Я могу Сказать Вам Как Божий Свидетель Все Все В Все В Финансах В этом мире Наши Финансы В самом деле Они Не Уменьшились Ни На Каплю Они Остались На Таком же Уровне Может Быть Даже Их Стало Больше И Мы Не Просим Деньги В нашем служении Со всем этим спадом У нас Нисколько не было Уменьшения И мы не просим денег Мы не посылаем письма с просьбой Чтобы нам прислали деньги Библия говорит Открывайте свои просьбы или желания перед Богом Не людям Я говорю Богу мои нужды И когда мои нужды восполняются То я знаю что Бог их восполнил Бог не призвал меня чтобы просить Он сказал мне идти по всему миру Он сказал мне выполнять свою работу Это Его работа Он платит за свою работу Он возит меня по всему миру Я никогда не проверяю свой банковский счет прежде чем поехать в поездку Что мне нужно оно там есть когда мне надо У нас нету кучи денег Но мне не надо кучи Мне надо то что надо в то время когда это нужно И когда мне нужно оно там есть Понимаете это Я не живу по естественным законам я со-наследник то, что он имеет, и я имею и он благоволил дать мне царство Ефесянам 1.3 там говорится, Бог имеет в прошлом времени Бог уже совершил Бог благословил меня всяким духовным благословением на небесах Он уже совершил это почему мне надо просить у Него это? мне просто надо верить в это и если я верю, что Он благословил меня я остаюсь благословленным понимаете это? вы все слышали Т. Л. Осборн? великий муж Божий он сказал следующее он говорит, есть две вещи, которые ты никогда не должен просить у Бога он сказал, номер один никогда не проси у Бога чтобы Он делал то, что Он сказал тебе делать уловили? никогда не проси, чтобы Бог делал то, что Он уже сказал тебе делать и номер два никогда не проси Бога чтобы Он делал то, что Он уже сделал усвоили? уловили? вот почему я никогда не прошу, чтобы Бог кого-либо исцелил ваше исцеление уже за Него было заплачено две тысячи лет назад когда Иисус был избиваем ранами Его вы исцелились если бы исцелились, то исцелились я не должен просить, чтобы Он это сделал Он уже совершил свою часть и Он теперь сказал, чтобы я шел и доставлял это исцеление людям и я не прошу, чтобы Бог кого-то исцелил я просто навязываю Его волю я говорю, будь исцелен не так, о Боже, пожалуйста, исцели если вы просите, чтобы Бог исцелил Он может сказать только одно так я уже сделал это Он не может переступить через Своё Слово Он не может сказать, я собираюсь это сделать потому что Он уже сказал, что вы уже исцелились то есть вам нужно верить, что это уже совершено вот почему вы исцеляетесь, когда я возлагаю руки на вас потому что это уже сделано вы уже провозглашены исцеленными но дьявол он не хорошая личность он не повинуется правилам вот что и делает его дьяволом слово дьявол значит противник дьявол работает против Бога не на Бога он работает против Бога Бог говорит, ты исцелен дьявол говорит, нет, я сделаю его больным и ты должен решить, кому будешь верить к чьей вести ты поверишь Божьей вести или вести дьявола и когда ты принимаешь решение верить в вести Божьей то дьявол должен отступить болезнь должна отступить все повинуется ему когда ты принимаешь это решение все, дело сделано вам даже нет необходимости в моих руках я не являюсь вашим спасителем я не висел на кресте ради вас я не был избит ради вас я просто верующий который решил верить этому слову и я делаю то, что он мне сказал делать я иду и освобождаю пленников слово Божие говорит, что мы должны провозглашать освобождение но вы никогда не слышите, что провозглашалось освобождение вы слышите, как освобождение предлагается вы слышите если ты хочешь быть свободен если ты хочешь быть исцелен или хочешь быть освобожден тогда выходи вперед мы помолимся за тебя ну и посмотрим, что-нибудь Бог сделает это не есть провозглашение освобождения это предложение освобождения я вам не предлагаю освобождение я здесь для того, чтобы сказать вам добрую весть вы уже освобождены вы свободны вы исцелены это все, что я делаю я говорю, Иисус заплатил за это Он купил это и Он сделал это фактом позвольте спросить у вас если у вас есть банковский счет и у вас на счету 10 тысяч долларов вы приходите в продуктовый магазин и женщина говорит, вот ваш счет вы должны заплатить 100 долларов позвольте спросить у вас требуется ли вера чтобы выписать чек на 100 долларов когда у вас на счету 10 тысяч долларов нужна вера, чтобы выписать чек? конечно не требуется веры почему? потому что 10 тысяч долларов это факт правильно? вы должны уловить это исцеление это факт вам даже не нужна вера для этого просто поверили в это это выбор просто сделайте выбор это мое я имею это не то, что я буду иметь это я уже исцелен еще вам один секрет расскажу когда вы рождаетесь свыше я родился свыше когда ты родился свыше твой дух родился ты есть дух правильно? ты есть дух ты имеешь душу и ты живешь в теле твое тело это не твой дух правильно? правильно, да? вы есть дух если ты есть дух и ты живешь в теле то твое тело это не ты верно? верно? now so if your notice your смотрите ваше if you say your it means your possession когда вы говорите ваше это значит то, чем вы обладаете чем вы владеете это не вы а ваше ну ваше имущество или то, чем вы владеете правильно? so you are not your body то есть ты это не твое тело ты есть дух который живет в теле now let me point this out to you позвольте вам вот это выделить if you went to a doctor если вы приходите к врачу what is he going to look at? на что он будет смотреть? is he going to look at you? он будет смотреть на вас или на ваше тело? he's going to look at your body он на ваше тело проверяет can a doctor look at your spirit? может ли доктор посмотреть на ваш дух? so then the doctor cannot see you то есть получается, что доктор не может вас видеть right? he can only see your body он может видеть только ваше тело it would be just like if I took this jacket off this is my jacket это мой пиджак but it's not me but it's not me because I can take it off because I can take it off and I can leave it on a hook that would be my jacket on a hook but I'm not on a hook right? just making a point now let's get this straight when you get sick what gets sick? your body let me tell you something if you are born again you can never be sick again you get that? your body could get sick but you can't get sick because the spirit of life lives in you because the spirit of life lives in you you see when you got born again когда ты родился свыше you didn't even get healed then you don't even get healed you didn't even get healed your spirit didn't need healing what your spirit didn't need healing your spirit was dead in sin your spirit was dead in sin you didn't need healing you needed resurrection тебе не надо было исцеления тебе нужно было воскрешение из мертвых you understand that? you can never be sick again То есть, ты никогда не можешь быть больным больше. Если ты кашляешь, снеизм, глаза рвы, если тебе текут слезы, температура, и кто-то говорит, ты болен? Что тебе сказать? Да нет, не болен. И они будут смотреть на тебя, ты что, ненормальный? И они будут смотреть на тебя, ты что, ненормальный? Скажешь, спасибо. Библия говорит, что они его не понимали, и если ты в нем, и ходишь как он, то и тебя не будут понимать. А, спасибо, не понимаете меня. Аминь? Вы так боитесь, кому-нибудь не понравится. Позвольте мне сказать, вы никогда, от вас никогда никакой пользы не будет для Бога или для мира, до тех пор, пока вы не умрете, для похвалы и репутации человеческой. Если я хочу вам понравиться, то я должен проповедовать то, что вам хочется слушать. Но я умер для этого. Я живу для Бога. Очень важно, чтобы ему нравилось, что я говорю. Вы же не от вас же зависит мое здоровье. Вы даже не оплачиваете мои счета. Бог оплачивает мои счета. Он может кого-то из вас использовать для этого. Но это все от Бога приходит. Понимаете это? Я должен угождать Ему. Иначе меня уволят. А я не хочу, чтобы Он меня уволил. Аминь? Ты никогда не можешь быть больным больше. Но если враг пытается сделать твое тело больным, ты можешь противостоять этому. Теперь ты сражаешься с врагом. И битва, поле битвы это твое тело. Много лет назад мне было 40 лет. А мы пошли к другу домой. И я взобрался на трамплин. Вот этот батут. Явно что-то не так. Когда 40-летний забирается на батут. Но мне было очень трудно поверить, что мне 40 лет. Потому что я такой же маленький, как ребенок. Я веду себя, как ребенок. Моя дочь говорит, что я имею в виду, где Иисус сказал, что ты должен быть как ребенок. Моя дочь говорит, что я это в совершенстве достиг. В общем, я взобрался на этот батут на трамплин. Там вместе со мной много детей. И мы прыгаем. И я пытаюсь, ну, ни на кого из детей не наступить. И подпрыгиваю. И я, ну, для того, чтобы на ребенка не прыгнуть, я пытаюсь на одну сторону наклониться. И я, ну, так, в общем, стараюсь, очень стараюсь показать, да? Высоко прыгаю. И когда я приземлился, я приземлился на край, на металлическую трубу. И ударил над ступней. И в тот момент, когда моя нога ударилась, я услышал внутри как кости треснули. Я услышал это. Я скатился с этого трамплина это было выше, чем эта платформа. Упал на землю. И когда я упал на землю, я снова упал на ту же самую ступню. Я посидел там несколько минут. Все, знаете, почернело. Я с трудом дышу. Готов расплакаться. Сильная боль. Я смотрю на свою ногу. Я босиком был. И нога, левая ступня, начинает распухать сразу же. Разными цветами покрываться. Я смотрю на нее. Знал, что у меня большие неприятности. Я просто сидел, все остальные начали заходить в дом. А я делал вид, как будто бы обувь одеваю. Чтобы не знали, что мне больно. Они все пошли внутрь. Я взял свою обувь и попытался прыгать уже внутрь. Я зашел в отдельную комнату. И смотрю на мою ногу. Зашла жена моего друга. Увидела мою ногу. И сказала, О, моя, твоя нога сломана. Тебе придется к врачу ехать, чтобы починить. Чтобы гипс сделать, потому что если не сделать правильный гипс, то ты можешь остаться инвалидом. Я посмотрел на нее. И сказал, потому что я знал лучше. Я знал, что позже дьявол будет повторять ее слова в моих ушах. Поэтому я сказал замолчать. Я не мог обувь одеть. В конце концов, я уехал оттуда. Поехал домой. Моя жена поехала со мной домой, видела проблему. Говорит, что ты будешь делать? Я уже тогда начал молиться за людей. Я в церкви своей учил класс об исцелении. Она говорит, ты поедешь к врачу? Я говорю, нет. Почему? Никто же ничего не подумает плохого. Я говорю, ну да, это так. Но когда-то кто-то придет ко мне и скажет, у меня нога. Я не смогу быть лицемером. Если я пошел к врачу чтобы починить свою ногу, я не могу посмотреть на человека, не смогу и сказать ему, поверяй Богу, я должен буду ему сказать, иди к врачу, пусть я гипс наложат. То есть, надо иметь честность. Нельзя быть лицемером. Ты должен жить согласно тому, что проповедуешь. Аминь. И мой класс, я должен был учить через два дня этот класс. У меня дома было кресло на колесах такое, знаете. Конечно же, я молился за свою ногу. Возлагал руки на нее. Никаких результатов не видел. Сразу ничего не было. И чтобы мне передвигаться по дому, я взял этот стул на колесиках, я положил на него ногу, и я ездил по дому, толкал себя по дому. У нас на полу, как линолеум в виде плитки. Хватит уже ездить по моему линолеуму на этом стуле. А ты полосы оставляешь на линолеуме. Великое сострадание, конечно. И я решил, что я буду настаивать на исцелении. Вы не знаете этот фильм, но есть фильм, что вы не знаете. Называется «Неприкасаемые». Очень горы фильм. Горы? Блэд. Это про гангстеров. Про Аль Капоне. Но актеры в этом фильме один из них был Кевин Костнер. А второй Шон Каннери. И там есть такая сцена, когда Кевин Костнер хочет этого какого-то гангстера достать. Он говорит, я ему хочу сделать больно. Я до него доберусь. Скажите мне, как это сделать. И Шон Каннери смотрит на него и говорит очень простую вещь. Он говорит только всего лишь следующее. А что ты готов сделать? И мой вопрос сегодня к вам. Что ты готов сделать? Как далеко ты готов пойти? Ты готов потерять репутацию? Ты готов ли ты пойти дальше, чем человек, который рядом с тобой? Потому что ответ очень прост. Тебе нужно идти так далеко, как надо идти. Делай все, что необходимо, чтобы сделать работу. Все обетования во Христе Иисусе, да. И во Христе Иисусе, аминь, да будет так. Если Библия говорит возлагать руки на больных, и они будут здоровы, и вы возлагаете руки, и ничего не видите, то это не значит, что Бог говорит нет. Бог не может сказать нет на то, что Он уже сказал тебе. Обетования — да и аминь. Если вы слышите нет, то вы слышите голос дьявола. Если вы не видите результатов, то этот дьявол говорит тебе нет. И что тогда делать? Ты тогда что, решаешь отступить? Сдаться? Ну, наверное, не воля Божьей, раз так. Ты должен это уже предрешить до того, как начнешь. Это воля Божья, чтобы я возлагал руки на больных, и чтобы они исцелялись. И если ничего не происходит, я не буду склонять голову, печальный вид делать. Я не буду отходя винить того человека, за не верить. Я делаю, что Библия говорит. Я отхожу назад. Я припоясываюсь. Я возгреваю дар, который во мне. И этот дар есть дар Духа Святого. Я возгреваю Дух Святой во мне. И когда он возгревается, я снова возвращаюсь. И я снова это делаю. И я делаю это сильнее. Громче. Я копаю. Когда ты молишься за кого-то, ничего не видишь. Молишься второй раз. Второй раз, когда ты молишься, ты молишься с большей верой, чем первый раз. Теперь вы доказываете, что вы верите Слову Божьему. Потому что вы игнорируете доказательства. Вы игнорируете то, что выглядит как неудача. И вы доказываете, что вы верите в то, что здесь написано. И вы должны решить что вы готовы сделать. Моя нога все еще была сломана. И я решил, я не пойду к врачу. Бог мой исцелитель. Я хочу, чтобы я мог сказать другим, что Бог исцелит их ногу. И я осознал, я не был сломан. Не я был сломан. Моя нога была сломана. Нога, которая принадлежит мне, сломана. И если моя нога не хотела согласиться со Словом Божьим и исцелиться, то это как непослушный ребенок. И я должен его наказать. Я посмотрел на свою ногу. И я взял ее. И ударил ногу. Я сказал, во имя Иисуса, нога, согласись со Словом Божьим. Я ударил ее. И почти что потерял сознание. Вы когда-нибудь в цирке видели? Такая вещь с молотком. Знаете, такой трюк с молотком. И ты бьешь по этой вещи. И эта вещь подлетает и ударяет колокольчик. Знаете, ты бьешь молотом. Вот так и было. Я ударил ногу. И боль поднялась. И ударила мне в голову. И я почти потерял сознание. Позвольте сказать мне. Первый раз, когда я это сделал, это было достаточно легко. The hard part трудное было was the second time. Второй раз. Because I knew what was coming. Потому что я знал, что будет. So I reared back. Я опять замахнулся. And got ready to hit it. И приготовился ударить. And brace myself. Собрался, знаете, взялся в руки так. And kind of tapped it. И так, чуть-чуть так, хлопнул. And knew that wasn't good enough. Но знал, что этого не хватает. Делал глубокий вздох. Ухватился рукой за стул. And then I slapped that foot again. И я снова ударил по этой ноге. And it was worse than the first time. И было хуже, чем первый раз. But less than three days later. Но меньше, чем через три дня. My foot was healed. My foot was healed. And I never went to the doctor. Никогда не ходил к врачу. Никогда гипса не одевали. Послушайте внимательно. Послушайте, какая истина в этом свидетельстве. Это золотой слиток, который вы можете усвоить из этого свидетельства. У вас будет возможность этим воспользоваться. Точно. Три месяца спустя. Я совершенно исцелен. Все хорошо. Went to sleep one night. Next morning woke up. На следующее утро проснулся. Rolled out of bed. Встал с кровати. When my feet touched the ground. I almost fell. Я чуть не упал. I had no feeling in my foot. У меня не было никаких ощущений в ноге. It would not work. And I couldn't feel anything in it. Нога не слушалась. И я ничего не чувствовал. It wasn't just numb. Она не просто анимела. It would not work. Просто нога вообще не слушалась. И представьте себе, что произошло сразу. Когда я услышал в своих ушах. Голос жены моего друга. Ты будешь инвалидом. И дьявол напомнил мне об этом. И он дал мне чувство. Когда я ничего не чувствую. И подтверждение или доказательство, которое дьявол пытался мне предоставить. Что моя нога ничего не чувствует. И она не будет работать. Но. Instead of agreeing with the voice I heard. Вместо того, чтобы согласиться с тем голосом, что я слышал. Я начал топать мои ноги. И говорить. Во имя Иисуса. Ты будешь работать. Ты будешь функционировать. Ты будешь функционировать правильно. Ты будешь выполнять свою работу. Дьявол, ты лжец. Бог истинный. Его Слово истина. Ранами Его. Я исцелен. Тело согласись со Словом Божьем. И я где-то это делал 10 минут. И все ощущения вернулись в ногу. Все стало нормально. Дьявол пытался заставить меня поверить в лжи. Если бы я согласился с ним. Я сразу же стал бы инвалидом. Часто люди исцеляются. Но потом симптомы начинают возвращаться. И первое, что они делают. Они верят в лжи. Они бегут ко мне. Что я не так сделал? Что случилось? Почему я потерял свое исцеление? Я говорю, ты не потерял исцеление. Просто ты снова переживаешь атаку. Ты не потерял свое исцеление. Это новая атака. Ты ничего неправильно не делаешь. Враг делает свою работу. Он противник. Он дьявол. Он против тебя. Он такой хороший дьявол. То есть он хорошо выполняет свою работу. А ты как хороший христианин. Противостань дьяволу. И он убежит от тебя. Ты должен противостать. Не говорится, молитесь Богу. Чтобы он забрал. Не говорите, упраживайте Бога. Умоляйте Бога. Ничего так не сказано. Напрасно сказано, ты противостой. Ты стой. На Слове Божьем. И если ты стоишь, он убежит. Он должен убежить, перед тем, как ты убежишь. Вы смотрите друг на друга. И смотрите, кто же первым убежит. Все, что тебе надо, это переждать его. Он убежит. Бог сказал, он убежит. Твоя проблема в том, что ты первым убегаешь, еще до того, как он убегает. Ты не потерпел неудачу. Там нет ничего неправильного. Ты просто слишком быстро убежал, сдался. Ты должен решать, что ты будешь стоять. Аминь. Аминь. There are so many different testimonies, and all of them have points to remember. Есть столько много свидетельств, и в каждой из них есть какая-то вещь, которую нужно запомнить. But I'm trying to give you a few that have principles that I know you need. You have to decide. God in you is stronger than anything you can face. Let me point this out. God, let me tell you two things. First, do you remember when Moses was born? Помните, когда родился Моисей? The devil wanted Moses killed. Дьявол хотел, чтобы Моисей был убит. So he had to have all the kids, the children, поэтому он сделал так, чтобы все дети, two and under, two and under, killed, чтобы их всех убили. Right? Правильно. But yet Moses survived. Но Моисей выжил. Well, then Herod wanted all the children killed. Он также хотел, чтобы всех младенцев убили. because he was listening to the devil. Now notice the story here. Но посмотрите, какая история. Four wise men. Four wise men. Just wise men. Ah, просто мудрецы, да? Came to Herod. Пришли к Ироду. Men. Мужчины. Humans. Люди просто. Came to Herod. Said, we've been watching the stars. There is a king born in Judea. And we want permission to go see him. We want to see him. Herod said, okay. Herod said, okay. After they left, the devil started talking to Herod. The devil started talking to Herod. And said, there's a king. Ah, царь родился. He's going to take your crown. He's going to take your crown. You need to have all the children, two and under, killed. You need to have all the children at 2 years and under, killed. Yeah, two things. Two things. First off, the devil is stupid. Во-первых, the devil is stupid. Always remember that. Always remember that. He's not near as smart as he tells you he is. He's not near as smart as he tells you he is. He'd already tried that with Moses and failed. He'd already tried that with Moses and failed. So he's doing it again. And he's doing it again. Now the amazing thing is this. Удивительная вещь заключается в следующем. God warned Joseph. Бог предупредил Иосифа. And they took Jesus. И Иосиф берет Иисуса с Марией. And he wasn't killed. И Иисус остается в живых. But the Maga, the wise men, they came to Jesus. Они пришли к Иисусу. They found him. Они нашли его. Дали дары. Then went their way. And Joseph and Mary took Jesus and left. Amen. Isn't that a story? That's true, right? Now, think about this. If the devil is so smart, why is it that wise humans could find Jesus and the devil couldn't? Think about that. He's not as smart as he told you he was. Do you get that? Humans were smarter than the devil. People were smarter than the devil. Not even godly humans. Pagan humans. They found him. And the devil couldn't. And the devil couldn't. You need to realize this. You need to realize this. Now, could the devil find Jesus? You know how he finds you? You don't stay here. You know how he finds you? Потому что ты не остаешься сокрытым в Иисусе. You stick your head out. Ты голову высовываешь. Because you have pride. Потому что у тебя гордость есть. And you start saying things. И начинаешь говорить всякое. Like Ну, например Мое служение. Мои дары. Мое помазание. Потому что ты хочешь, чтобы люди знали, что это ты. Нет. Stay here. Оставайся сокрытым. Пусть твой свет так светит перед людьми, чтобы они видели твои добрые дела и прославляли твоего Отца, который на небесах. Не позволяйте их прославляться тебя. Оставайся сокрытым во Христе. Делай дела. Пусть они видят дела. Но убедись, что они Христа видят, чтобы Он был возвеличен. А не ты. Люди спрашивают у меня. Есть ли у тебя дар? Есть ли у тебя помазание? Есть ли у тебя помазание? Может быть, ты апостол? Какое твое призвание? Я им говорю. В Библии есть только одно служение. Это служение примирения называется. Иуда имел участие в служении Иисуса. Когда Он умер, Его нужно было кем-то заменить. И они сказали, мы должны заменить Иуду который имел участие в этом служении. Есть только одно служение. Это служение Иисуса. Вы понимаете? Это служение примирения. Это очень просто. Вот почему я пытаюсь вам сказать. Не беспокойтесь за дары. Дары, они есть для вас. Когда вы не знаете, что делать или как делать. Тогда Бог там чтобы проявить дар чтобы помогать людям. Это не дело не в вашем даре. А дело в людях. Им нужна помощь. И Бог проявляется, чтобы им помочь. Он проявляет дар. Потому что им это надо. А не для того, чтобы ты был таким, знаете, на виду. Аминь. Аминь. So, once you realize this People have asked me about a gift I tell them I don't know and I don't care. God has told me to help the people. I do what He told me to do. It's His job to supply whatever I need. It's not my job to do that. My job is to be obedient. Now, listen carefully. Remember earlier I was talking about Elijah. Elijah, they were trying to the prophets trying to call down fire. Elijah let it he made fun of them. Finally, they stopped. Elijah said Alright, my turn. And he said here's what we're going to do. They built they had the altar there. Жертвенник уже готов там. Wood and stone. Дерево и камень. They did Elijah didn't just walk over and say God, please bring fire. И Илья не подошел туда и сказал Боже, пожалуйста, не изведи огонь. He said Let me show you. He said Bring water. Pour it on the altar. Bring more water. Bring more water. Keep bringing water. We want the wood and the sacrifice and everything saturated. Мы хотим, чтобы жертва дрова чтобы все пропиталось водой. What's that? What's he doing? He's making it as hard on God as he can. Он делает это для Бога настолько трудным настолько это возможно. He didn't say take all this away and get dry wood. Он же не сказал так все уберите сухие дровишки принесите because we want to help God. God doesn't need your help. Do you understand? You don't make it easier on God make it as hard as you can. Then when you stand in faith and it happens God gets more glory. Our problem is we think God is so weak we have to help him. We have to get everything just right. Let's make it easy for him. Let's get all the sin out of the way. Let's get everybody in the perfect position because when we get it in the perfect position then poor old God can make his way down the heavens. And when you do that God says that's not faith. You don't really believe I can do this. You're trying to help me. I don't need your help. He says make it as hard as you can. And give me a chance to show off. And whenever Elijah made it as hard as he could he stepped back and he said now watch you've had your shot now it's our time. And he called fire down and the fire came down and didn't just burn the sacrifice it burned the wood and it saturated wet it even burned the stones and completely devoured the entire thing. Now here's the thing. Most people want to pray until something happens. That is usually a religious tactic to try to get responsibility off of you to do it. We're going to pray and pray because praying is holy. God likes it when we pray. So we're going to pray until he does something. We're going to keep begging him until we annoy him so much that he just gives in and does it. He doesn't want to do it. He doesn't want to do it. But we're going to just annoy him until he does. Now I don't know about you but when my children act that way the one thing they don't get is what they keep annoying me for. It's what they keep annoying me for. Right? Right? But we think it'll work on God. But now let's look at Moses. But now let's look at Moses. Moses is leading the Israelites out of Egypt. They get to the Red Sea. They look back the greatest army in the world. is chasing a bunch of slaves who had never fought a day in their life. And this great army is coming. So they look at the Red Sea in front of them. They look back and they see an army. And immediately they grow afraid. And they start going to Moses. and they say what are we going to do? We're going to die out here. Why didn't you just leave us in Egypt? Why did you bring us out here to die? Now there's only two choices. Drown or the sword or the sword. Why would you do this? And Moses stands up and says Now I'm going to paraphrase I'm not going to say it in King James or I'm going to say it in Texas. Moses stood up and said shut up shut your mouth stand still watch what's going to happen. He said you see those Egyptians? Every one of these Egyptians you see today you will never see again. Now notice Moses hadn't talked to God all of a sudden he tells them to stand there and then he Moses turns to talk to God and he begins praying and he begins to cry to God and God answers Now you would think that God would say Moses Oh Holy Moses I'm going to deliver you Your prayers are so powerful So get ready to go across But that is not what God said You go back and read it God answered Moses and said Moses Why do you cry to me? Now think about that How would you like to be Moses? You've got a million people depending on you facing an ocean and the army is getting closer by the minute and you pray and talk to God and God says What are you doing? Why are you crying? Now I don't know about you but I think I would be talking to God and I would be saying God if there was ever a time to pray this is that time and I'm going to pray harder and pray longer because when the Egyptians get here I want to be praying when I die that's what I would be saying but now notice what God tells Moses He rebukes Moses for praying Now come on He rebukes Moses for praying What do we do? Crisis comes sickness death some type of problem Oh God Oh God Remember me I know we hadn't talked in a month but we're talking now because I got a problem I mean we have a problem God you got a problem do something with this problem all of a sudden your best buddies would go hadn't talked to him in a month but all now it's important isn't that right? but God tells Moses Moses why are you crying? What are you doing? He says what is that in your hand? Moses said it's the rod you gave me it's the rod of your power the rod of your authority and now notice go back and read it God tells Moses he says stretch forth your hand and part the sea he didn't say stretch forth your hand and I'll part it he said I sent now get this when he was in the desert and God said I want you to go set my people free notice this God did not say Moses I want you to go get my people out of Egypt and I want you to take them to the Red Sea and you're all going to die there he didn't say that he said you take them to the land that I have appointed them he wasn't talking about graves he was talking about what was on the other side of the Red Sea do you understand that now what Moses should have done because remember God told Moses even then he said you will be as God to these people he told Moses you go do what I'm telling you to do take my people out of Egypt you act in my place and you do whatever I would do if I was there so Moses should have got to the Red Sea and when the people were crying he should have told them shut up shut up shut your mouth and watch and then he would have held out that rod and he would have said Red Sea God told me to get these people over there all of them can't swim and we're not walking on water today that's going to come later so today Red Sea you're going to part and we're going to go across and that's what they did is that right after God rebuked Moses for praying many times you don't need to be praying you need to believe God speak for God and command the circumstances to line up with the word of God you use prayer to hide from responsibility and you try to get God to do what he's told you to do amen we see the same situation with Jesus when Jesus told his disciples boys get in that boat and we're going to go to the other side and they get in the boat Jesus gets in the back and goes to sleep and a storm came up and all the disciples started getting afraid and they came back to Jesus sleeping woke him up and said don't you care we're dying we're going to drown out here and you're back here sleeping don't you care why don't you care what have we done what have we done what have we done isn't that what we do today something bad happens oh God don't you care oh God why would you let this happen oh God what have I done you're no better than the disciples and they weren't in a good place Jesus woke up and he said you fearless or you faithless fearful people he said where's your faith and he went up to the front and he rebuked the wind and the sea he didn't walk up to the boat or walk up to the edge of the water there and say I rebuke you saying I rebuke you is not rebuking when you tell the devil devil I rebuke you you haven't said anything you have to understand this when he rebuked the wind and the sea he said peace be still so rebuking is not to say rebuke it is to tell the thing what you want it to do that's why when you rebuke the devil by saying I rebuke you devil nothing happens because you've not rebuked him you say devil I rebuke you he says ok go ahead I rebuke you in Jesus name alright go ahead I'm waiting and then finally you say why didn't he leave he said oh you never told me to leave you just kept saying I rebuke you and he says I can take that because that's not a command for me to obey but if you'd have told me to go I'd have I had to go isn't that simple that's what Jesus said every time he cast out a devil he said go he didn't say I rebuke you so Jesus stood at the boat at the front of the boat Jesus стоит на лодке rebuked it the waves and the wind said peace be still and immediately it happened and they went to the other side and he rebuked his disciples for being faithless and he rebuked his disciples for being faithless and he could rebuked them if they could not have done what he just did you can't get on you can't you can't scold a person for doing for not doing something they can't do but what should have happened while Jesus was sleeping Peter because he's the one that always shut his mouth off he should have got up went to the front of the boat looked at the wind and the sea and he should have listen here wind and sea you listen to me I got the son of the living God in the back of this boat and he said go to the other side he didn't say go to the middle of the lake and drown so I'm going to the other side now to get there you've got to peace be still so do it now and I don't mean maybe and you know what it would have obeyed and Jesus would have kept sleeping and he wouldn't have known anything that went on and when they would get to the other side and Jesus got out of the boat Peter would have filled him in on all the details and told him what a great man of faith he was amen see you just have to realize God has put this in your hands you're not the same type people that followed Moses you are a new creation Christ did not live in the people that followed Moses he didn't live in them he didn't live in them it says that a rock followed them around the wilderness go read it the Bible says that a rock followed them in the wilderness for 40 years and it said that Christ was that rock that's what the Bible says now I don't know about you but I think if I'd have been walking around the desert for 40 years supposedly moving toward the promised land and every day when we camped when we camped when we camped I would look back I would look back and that same rock was right there and that same rock was right there and that same rock was right there I would be thinking I would be thinking I would be thinking are we actually getting anywhere Так вообще, мы хоть куда-нибудь идем или нет? Это всегда та же самая скала за нами. Представляете, что они, наверное, думали себе? Особенно последние люди там в очереди, да? Можно представить, они идут по пустыне. Все нормально. Они все впереди у них идут. И наконец-то они слышат что-то. Кто-то смотрит назад. Извините. Глядь-ка назад. Мне кажется, что этот камень за нами идет. Я знаю, звучит ненормально. Это то же самое скала, то же самое, что вчера видели. Подумайте об этом. Мы читаем эти истории, да? Но мы не задумываемся, что же в самом деле там происходило. Это удивительные вещи в этой книге. Вы скажете, как это произошло? Я не знаю. Прелесть в том, что мне не обязательно знать. Я вам буду честен с вами. Я не понимаю, как действует электричество. Но я знаю, как включать включатель. И я ожидаю, что он будет работать. Я не знаю, как сила Божья действует. Какие-то у меня есть представления об этом. Но я знаю, как заставить ее работать. Я знаю, как включатель включать. Power follows faith. When you set your faith, power will follow the line of faith. John Lake used to say between power and faith choose faith because faith directs power. Amen? Choose faith. Выбирайте веру. Faith is based on this word. It says lay hands on a sick, they'll recover. Сказано, возлагайте руки на больных. Я не буду. Как это работает? Who cares? А какое дело, кому как работает? Оно работает. Вы скажете, посмотри. You don't understand. Ты не понимаешь. I'm nobody. Я вообще никто. I don't know anything. Я ничего не знаю. Никогда в библейской школе не был. Me neither. Я тоже не был. Been around a lot of them. А был вокруг многих библейских школ. Preached in a lot of them. Учил во многих библейских школах. Never got to go to one. Но никогда не удавалось мне учиться там. Got to spend time with the man of God. Но я проводил время с человеком Божьим. Spent my time at home. Проводил время дома. Изучая это слово. And believing it. And believing it. But all that time. But all that time. You have to realize this. You have to realize this. I had to decide first. I had to decide first. I had to decide first. That this is true. That this is true. And once I decided it was true, I obeyed it. And the power follows the faith. You say I'm not prepared. You say I'm not prepared. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing. I'm really pretty useless for the kingdom of God. I, в общем-то, бесполезен для Царства Божьего. Okay, that's great. Ну ладно, замечательно. Do you know what that means? Ну знаешь, что это значит? If you will make yourself available to be used. Если ты сделаешь себя доступным, чтобы быть использованным. Then when God does use you. То когда Бог будет тебя использовать. It will bring him more glory. Это принесет ему больше славы. Let me put it this way. Anyway, if you were going to be in a car race, world champion car race, cars doing 250, 300 miles an hour, and you say, I want to be in that car race. I've never raced a car, and these are all champions, and I want to get in the race, and they say, okay, where's your car? And you say, well, I have a Fiat, and they say, you want to enter a Fiat in a world race. They say, ты хочешь на Fiat участвовать в мировых автогонках. How fast will your Fiat go? My Fiat will go 60 miles an hour. If you give me enough time to get it up to that speed. And they'll say, you're crazy. You say, then let me in. Let me in the race. It'll be fun to watch. участвовать в гонках. And they let you in. Ну, и вам позволили участвовать. And then the power of God comes on your Fiat. And you beat every other race car there. Now, guess what? Что же вы думаете? Guess who's going to get the glory? God. You know why? Because he took a Fiat and beat a race car. See, you think by saying Oh, I'm no good. I don't know anything. See, you think that's going to get you not picked. Not chosen. You think that's going to excuse you from helping people. And I'm telling you you're the person God's looking for. А я вам говорю вы такой вы тот человек которого Бог ищет. Because when he uses you to beat the devil everybody's going to look and say wow, that was God. Wow, that was God. Because we know you. Because we know you. And we know that wasn't you. And we know that wasn't you. So don't think just because you're nothing you can't do it. Amen? Amen. God chose David because he was a shepherd boy. God used David as shepherd boy to beat a giant warrior. Do you remember the story? David goes to Saul and says I'll take care of that giant for you. Well, you remember the first part. You remember David's motives. They go to look at the battle. And David hears what's going on. Sees all the Israelites hiding. He says what's going on here? Why are you all hiding? You got this giant out there making fun of us. They said we know what you're thinking. He said well let me ask you this. What's going to happen to the person that kills this giant? They said well his family will be free. they get to live tax-free in the land. They get to live tax-free in the land. And the person who does this gets to marry the king's daughter. And David thought what does she look like? And come on. He was probably about 17. He didn't care about taxes. His daddy pays them. He's thinking I think I've seen her before. So he goes to Saul and says Saul I'll take care of that giant for you. Saul says you can't do that. He said you're just a kid. He said this giant has been a warrior since he was a kid. David you don't get it. You don't understand. Saul you don't get it. He says you have to understand this. He said God was with me with the lion. He was with me with a bear. He'll be with me with this philistine. He said Saul have you forgotten? The philistine has no covenant with God. He's uncircumcised so he has no covenant. So we have a covenant with God. covenant non-covenant winner loser real simple Saul says okay you can go fight him and then Saul thinks about it. He says you know if that kid goes out there and kills that giant it's not going to look too good. So he says David put on my armor because from a distance if you saw Saul's armor you would have thought it was Saul. But David says no David I've never used your sword he said it's been untried now the last thing you want to do is going to battle with a weapon you've never used it's awkward you don't know how to use it right you don't know how to use it right so you want to use what you know you have to walk in what you know not what so and so said well he did this and it worked no 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 devils don't listen to that devil go because brother Curry said you would you have to say devil go because it's written you have to know your weapon this is your sword you have to know it you have to know it so David goes out and notice what he tells the giant he says Goliath how dare you make fun of the people of God and Goliath says you send this child out to fight me David said today God is going to deliver you into my hands today I'm going to take your head off your shoulders I'm going to take your head off your shoulders David didn't have a sword and I'm sure Goliath was thinking how are you going to do that and I'm sure David was thinking that's a mighty fine sword you got there Goliath thank you for bringing it to this fight спасибо что ты принес этот меч на эту битву спасибо что ты держишься за него пока я не доберусь до тебя потому что даже мне своего меча не надо на битву приносить ты его принес David начал бежать к нему вот это твоя проблема ты пытаешься убежать с битвы а тебе нужно бежать на битву единственная часть твоего тела которая не защищена всеоружием Божьим это твоя спина никогда не поворачивай спину к врагу беги на него и кричи как только можешь громче и он побежит а он побежал взял меч now if you go back and read the story oh простите взял пращу it's amazing это удивительно it said that when he loosed the rock it hit Goliath in the forehead and Goliath fell on his face now just let's talk about something in particular here when you get hit in the head you don't fall forward you fall backwards ты падаешь назад the only time you would fall forward from something hitting in your head if you shoot a person in the head если ты стреляешь человеку в голову with a small caliber bullet it will knock them back it will knock them backwards with a small caliber with a small bullet если маленькая если маленькая маленький калибр то человек падает назад но if you hit them with a bullet если как бы сразить пулей that is traveling at supersonic speed которая летит со скоростью сверхзвука it will penetrate the head то она пробьет голову and the vacuum behind the bullet и вакуум который за пулей and the bullet pushing through the head и пуля когда пролетает сквозь голову она выталкивает человека вперед понимаете that means that means and it is impossible to sling a stone что невозможно запустить камень at a speed high enough чтобы он летел с достаточно высокой скоростью to reach supersonic speed чтобы преодолеть скорость звука and make the giant fall forward чтобы великан упал вперед that is humanly impossible по-человечески это невозможно but since that's what happened но так как произошло именно это that means that means that David's faith in running toward the giant что вера Давида когда он бежал на этого великана when he loose that rock когда он выпустил этот камень the power of the Holy Spirit hit that rock and shot it forward at supersonic speed и запустило его со сверхзвуковой скоростью he took what David did он взял то что делал Давид and amplified it и усилил это and it hit the giant это ударило великана like a bullet как пуля and made him fall on his face и он упал вперед you do what you do ты делаешь то что надо тебе делать God will take what you give him increase it to whatever it takes до необходимой силы to get the job done чтобы работа была выполнена one last thing и последнее Jesus had a multitude following him за Иисусом следовали толпы людей they came to Jesus and said send the people away они пришли и сказали отпусти людей и они голодны и они слабы Иисус said Иисус говорит он посмотрел на своих учеников и сказал you feed them вы их накормите он не сказал я их накормлю он не сказал вы накормите это был тест это было испытание и они провалили этот экзамен они said we ain't got nothing у нас ничего нет all we got is this few things and what they were saying is we ain't got enough Jesus recognized Иисус узнал ok he said bring what you've got to me he blessed it just those few loaves and fishes they took them back if you read the story it wasn't multiplied when Jesus blessed them it wasn't multiplied till they started handing it out and their baskets never ran empty а оно умножилось когда они стали раздавать и у них не заканчивалась еда в корзинах every time they reached in they grabbed the last fish every time they reached in they grabbed the last loaf and the next time when they reached their hand back in another one formed and they brought it out and they kept doing it and doing it God used Бог использовал Иисуса and he used what they gave Иисусу и он использовал то что они дали Иисусу чтобы умножить он сделал это не из ничего он взял что у них было и умножил то что у вас есть это не важно малейшая частица ее достаточно чтобы умножить все что вам нужно сделать это протянуть руку если этого недостаточно он умножит это у меня только чуть-чуть силы ничего страшного он умножит до необходимого количества аминь ой не знаю есть ли у меня достаточно веры если ты рожден свыше у тебя есть мера веры не часть веры а у тебя есть вся мера вот что надо помнить столько веры сколько ты имеешь это не важно потому что Иисус сказал даже вера размером с горчичное зернышко которая является самым маленьким из всех семян другими словами если у тебя самая маленькая мера веры которая только возможна ты все равно можешь сказать и она послушается то есть невозможно иметь слишком мало веры если у тебя хоть сколько веры есть достаточно понимаете это но в церкви мы слышали по другому Библия говорит если ты имеешь малейшую меру веры ты можешь обратиться к самой большой горе и она послушается но церковь говорит наоборот типично в церквах говоря если у тебя вера размером с гору ты можешь обратиться к опухоли размером с горчичное зерно и он исчезнет но я вам говорю Богу не важно как много Он не ищет какую-то великую веру потому что великая вера это не количество веры послушайте Бог не может быть озабочен количеством раз Он сказал что самое маленькое количество может справиться с задачей поэтому если Иисус не озабочен суммой или размером then it must not be the amount that counts it must be the kind то значит послушайте важен не размер веры а тип веры качество веры не количество веры имеет значение а качество веры имеет значение и качество веры которое Бог ищет это вера которая никогда не останавливается не сдается это вера которая не принимает нет в качестве ответа это вера которая берется хватается и не отпускает пока не получит то ради чего она пришла мы об этом завтра поговорим больше но знайте то что необходимо чтобы было сделано вы можете это делать потому что вы все можете через Иисуса Христа который укрепляет вас и у вас нет никакого оправдания аминь давайте мы все давайте мы все встанем